Бермудский треугольник, который был очередной тайной предыдущего поколения, потому что там под ним старое вулканическое пятно, там на дне моря маленькие пики, как шпили. Такое происходит и на итальянском побережье. Я читал о Бермудском треугольнике и о том, как там исчезают корабли. Почему такое происходит? Бермудский треугольник, который был очередной тайной предыдущего поколения, теперь таковой не является. В наши дни никто, ни один корабль не теряется и не терпит крушения в Бермудском треугольнике. Это трудное для навигации место. На новостном канале был документальный фильм, показывающий, как трудно ориентироваться в проливе Босфор. Пролив между двумя частями Стамбула в Турции называется Босфор. Итак, это трудное место для навигации. Сегодня там работают 8 радиолокационных станций, которые помогают кораблям. Раньше многие корабли тонули там и тут. Сейчас им помогают 8 радиолокационных станций, потому что это довольно непросто. Это как если на дороге много виражей, то там будет повышенная аварийность. А люди сразу скажут, что там обитает призрак, жертва несчастного случая, который мстит. На дороге Бангалор-Майсур — это Кенгери. Каждый месяц на этом месте умирают как минимум от трех до пяти человек. Там просто крутой подъем, он идет вверх, резко поворачивает, а внизу железная дорога. Резкий поворот вот такой, и дальше уходит туда. Люди там бьются постоянно. Знак аварийный опасный участок как будто намекает, что там надо устроить аварию. Я не знаю, сколько сотен людей погибло на этом повороте, но это известное место. У меня был рекорд. Я проезжал путь Майсур-Бангалор за час 34 минуты на своем мотоцикле. Дороги были не такими, как сейчас. Однажды я шел на полном ходу и попытался войти в поворот. Я едва не улетел в Кювет. Я потом остановился, развернулся и посмотрел туда. Простая вещь — это не то, что требует большого внимания, но эта чёртова дорога настолько обманчива. Подъём выглядит довольно крутым, поэтому вы всегда выжимаете чуть больше, чем должны. И когда дорога поворачивает так, дорога должна быть спроектирована таким образом. Но она там вот такая. И это очень обманчиво. Я имею в виду, что вы интуитивно понимаете такие вещи. Это не ракету запускать. Но эта конкретная дорога из-за того, что она такая, позади деревья, железная дорога, то, как она идёт, и то, под каким углом — всё вместе это создаёт определённую иллюзию. Я почти вернулся в тот день. Я провёл полчаса гуляя туда-сюда, по этой дороге, вверх и вниз, желая знать, какого чёрта, я чуть не потерял управление. И я подумал, что подобное тут происходит часто. Сегодня там уже трасса, этого поворота там уже нет, дорогу выровняли, там уже почти нет аварий. И в Кенгере не осталось призраков. Точно так же Бермудский треугольник — это просто трудное место для навигации. Потому что там, под ним, старое вулканическое пятно. Там на дне моря маленькие пики, как шпили. Об этом нужно знать и учитывать это. Такое происходит и на итальянском побережье. Поскольку в некоторых местах не так легко ориентироваться и двигаться, то требуется определённый навык. И сегодня всё это резко прекратилось. Ни одно судно не пропадает и не тонет в Бермудском треугольнике. Потому что на каждом корабле куча техники, которая показывает всё. Есть гидролокаторы, есть радары, есть радиовысотомеры. Сотни гаджетов, которые покажут вам что угодно. Поэтому люди больше там не гибнут. Когда капитаны на кораблях вели свои суда, полагаясь только на свой глаз и на навык навигации, для аварий были все шансы. Так что люди всегда ищут интригу. Люди... ...вдохновлённые... ...как сказать... ...вдохновлённые учениями мистиков. Потому что они не нашли способ объяснить это получше. Вместо того, чтобы открыть что-то, они изобрели что-то. Так что вы ничего не изобретаете. Важно то, что вы открываете. Открытие означает, что это правда. Изобретение означает, что вы сделали это. Не придумывайте нич... Не придумывайте ничего. Важно открывать двери бытия. А не выдумывать что-то. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok